Привет, друзья! Вы на канале SlapShot, меня зовут Александр. И я хочу запустить новую серию обзоров, что это за бренд. Ввиду того, что на рынке сейчас создался определенный вакуум привычных нам брендов, такие как CCM, Bauer и прочее, и вдруг начали появляться совершенно непонятные названия. Кто-то говорит, что это просто китайская подделка, и за эту сумму они могут купить 100% оригинал того же CM или Bauer. Так ли это? Трудно сказать, но давайте в этом месте разбираться. Я взял неизвестные бренды и снимаю выпуски специально для вас. Но стоит помнить, что все обзоры это мое субъективное мнение. И мне абсолютно все равно, чем ты будешь играть. Знакомлю вас с брендом VS PRO. Что это за бренд и что это за клюшки? Как вы понимаете, бренд, созданный ввиду того самого вакуума. Незамысловатое название VS PRO. Да легко запомнить, но легко и спутать. Поэтому на месте вы тех, кто придумал название, все-таки я постарался сделать что-то чуть более оригинальное. Но что касается общего вида и дизайна этой клюшки, то вполне себе актуально. Не сказать, что так же приковывает внимание, как, например, клюшки TRUE или любые другие блестящие клюшки, которые сейчас появляются у того же CCM. Но дизайн действительно, наверное, это все-таки вторично для пользования клюшки. Но первично для ее продажи. Маркетинг никто не отменял. Салатово-желто-зеленые раскрасы, сочетание с синим и пепельно-черным. В целом клюшка выглядит достаточно привычно. И издалека можно сразу не понять, что это за бренд. То есть нет ничего кричащего, но в то же время и нет ничего вот такого выдающего, что можно было бы отнести именно к этому бренду. За исключением, может быть, этого синего-глубого верха. Поступщики этой клюшки заверяют, что она сделана полностью на технологиях Bauer Netsus 2N. Тактильные сходства с Bauer Netsus, конечно, есть. Я сходил в магазин и попробовал в руках подержать одновременно эту палку и Bauer Netsus. Естественно, если мы не берем пятигранное решение шафта, то трудно понять, где какая клюшка. Все должно быть более понятно, когда ты выйдешь на лед. Но не каждый из вас может выйти на лед, прежде чем купить клюшку. Поэтому здесь придется доверять либо блогерам, что он, согласен, достаточно сложная история, либо самому испытывать, либо друзьям. Что сказать? Я могу со стороны блогеров вам рассказать про свои ощущения. Естественно, эту клюшку я брал на все свои тренировки и на игру, чтобы посмотреть, есть ли какая-то разница. Так как я любитель и очень чувствительен к разным изменениям внутри клюшки, так как просто банально не так хорошо умею пользоваться ни своими руками, ни клюшками, мне очень важно, чтобы клюшка была нормальной. В том плане, чтобы мне не нужно было к ней привыкать. Эта клюшка заявлена с 87-м флексом, и по ощущениям это очень похоже на правду. Что, опять же, очень хорошо коррелируется с Bauer. Я как-то из заводников своих видосов рассказывал о том, что можно флекс поделить не только по цифрам, но еще и по производителям. Например, как мне кажется, CCM намного более жесткие клюшки. Если взять там 85-й флекс от CCM и 87-й флекс Bauer, то Bauer, возможно, будет чуть мягче, чем 85-й флекс от CCM. Сугубо мое мнение. Есть еще и клюшки True, которые кажутся еще мягче. И вот если брать Bauer за эталон, то CCM жестче, True мягче. Где-то посередине плавает Bauer. И вот по ощущениям действительно похоже, что здесь использованы примерно те же технологии. Клюшка стоит 15 тысяч рублей. Если мы говорим про ритейл, и если мы говорим про команду, то ее купить можно еще не дешевле. Покупая клюшку даже за 15 тысяч, то все равно не хочется брать абы что. Хочется, чтобы она была и долговечной, и в то же время выполняла свою прямую обязанность. Мне нужно нормально играть в хоккей. Чтобы не было отстрела назад в руки, чтобы крюк не расслабился, чтобы палка не ломалась, чтобы чувствовать себя нормально на льду. Так вот, эта клюшка прошла, грубо говоря, мои испытания. Я ее взял и на бросковую тренировку, где я щелкал от души. Естественно, не жалея, потому что клюшку мне предоставили. Сам ее не покупал. Я с ней поиграл, тыкал и в борта во все щели, куда только было можно. Вроде бы целый крюк. Она не трещит, не скрипит, и с ней ничего такого не произошло. Эту клюшку нельзя пойти и купить в магазине. По крайней мере, я пока их нигде не встречал. Только в переписках, только по ссылкам, которые, естественно, будут в описании, если вам, опять же, интерес. Также можно разговаривать и про кастомовую историю. То есть, например, эта клюшка без гриппованного покрытия. Кстати говоря, здесь можно вставить ремарку. Играть с клюшкой без гриппа вполне себе возможно. Я особо разницы большой не заметил. В чем-то даже удобней. Нижняя рука намного проще скользит по клюшке, что облегчает дриблинг. Ты можешь себе заказать с гриппованным покрытием. Можешь, естественно, поменять крюк, какой тебе нужен. Я вот сейчас перешел на 28. Играя на 28, у меня есть классический. Короче говоря, крюк можно любой заказать. Длина. Длина клюшки тоже важный фактор. Потому что, если вам приходится клюшку удлинять или укорачивать, вы немножко вносите какие-то изменения в ее характеристике. Она становится либо жестче, либо мягче. Ну и баланс там плывет. Короче, много разных нюансов. Намного приятнее, когда клюшка подходит по вашему росту. И что касается кастомового вопроса, то у производителя, или у того, кто продает эту клюшку, нету никакой базы в виде некого конструктора. То есть это нету ни сайта, ни никакого приложения. Все только в разговоре. Видимо, по переписке. Это, наверное, все-таки тоже просчет. И те, кто реализует эти клюшки, стоит задуматься создать некий такой вариант подбора себе клюшки. Скажем так. Это точно будет проще. Это точно будет приятнее потребителю. Для теста здесь написали «Динамо Москва». Но, насколько я понимаю, эти клюшки пока от «Динамо» достаточно далеки. Хотя я не удивлюсь, если какие-то даже серьезные большие команды рано или поздно начнут переходить на подобные малоизвестные бренды, если они себя зарекомендуют хорошо на рынке. Что касается игровых качеств. Как вы поняли, эту клюшку я не наращивал и не укорачивал. Несмотря на то, что она мне немножко длинноват. Но длиннее не короче. Начнем с крюка. Крюк здесь достаточно приятный. В том плане, что он достаточно жесткий, но внутри есть пена, которая гасит лишнюю энергию. Все равно жесткость, конечно, крюка ощущается. Были клюшки с более мягким крюком с точки зрения принятия шайбы. И при этом он оставался настолько же жестким в момент передачи или бросков поворота. Чем жестче крюк считается, тем точнее твои броски. Ну, если, конечно, скиллов хватает. В общем, здесь к крюку у меня не было вопросов. И я ее не жалел, как я уже говорил. Расслоения я никаких не вижу. Крюк себя чувствует нормально. Немножко краска облупилась, но это все детали. Тейпер здесь тоже самый обычный и самый привычный. Конусное сужение. Никаких особых тут замечаний я не могу сказать. Достаточно привычное решение. Но, опять же, мы помним, что эта клюшка сделана на базе Nexus Bauer. Поэтому, вряд ли, здесь может появиться какое-то другое решение. Сам же шафт достаточно приятный. Средняя точка прогиба. Это история про размашистые щелчки. Не так часто, ну, по крайней мере, у меня есть время для того, чтобы бросать. Чаще все-таки я бросаю с кистей. Мне больше нравятся клюшки с нижней точкой прогиба. Но, надо сказать, что здесь большой разницы я не почувствовал. Хотя были клюшки со средней точкой прогиба, которые плохо себя проявляли на кистевых, на передачах и так далее. Баланс клюшки тоже неплохой. Но, тем не менее, он все-таки больше смещен к перу. Что не очень хорошая идея с точки зрения вообще, в принципе, баланса. Потому что, чем выше баланс будет к рукоятке, тем клюшка будет легче казаться. Тем не менее, клюшка легкая и, грубо говоря, понятная в обращении. Если бы у меня обстоял выбор, купить эту клюшку или нет, безусловно, VS Pro меня бы немножко смущало. Название, которое я раньше не слышал. Но вот сейчас я и поиграл, и могу сказать, что у меня нету никакого неотвращения, никаких претензий к этой клюшке. Что касается просто китайских болванов. Так как сейчас на рынке есть спрос на клюшки, опять же, есть определенный вакуум, появляются разные бренды. И недавно мне тоже попалась одна клюшка, и попросили сделать на нее обзор. Мне, собственно, прямо сказали, здесь нет ничего интересного, просто мы в Китае купили, и вот давай попробуем. Честно говоря, неудачное. Может быть, партия неудачная, может быть, самая по себе клюшка неудачная, не знаю. Я отказался делать обзор на это. И вообще, я считаю, что интереснее рассказывать про то, что тебе нравится, чем просто хейтить то, что тебе не понравилось. Потому что все достаточно субъективно, и то, что я могу сказать, полное дерьмо, может для кого-то оказаться и неплохим. Поэтому я буду лучше рассказывать о том, что мне, в принципе, понравилось. И если говорить про VS Pro, неплохая клюшка абсолютно. Почему неплохая? У меня нет какого-то волшебного восторга от нее, но и в то же время я не плююсь. Это хороший среднячок, который точно может заменить привычную вам клюшку. По крайней мере, мне довелось поиграть большим количеством клюшек, топовых брендов и, собственно, топовых линейок, и большой разницы я не заметил. Хотя, опять же, есть клюшки, даже от достаточно больших изготовителей, которые, производителей, которые берешь в руки, и, ну, играть не очень удобно сразу, приходится привыкать. К этой клюшке я не привыкал. Что касается долговечности, тут трудно сказать. У меня эта клюшка две недели, да, я ее не жалел. Да, за две недели некоторые клюшки могут сломаться. Это осталось целое, что не может и радовать. Поэтому, скорее всего, она проживет и в ваших руках. Есть минимальная гарантия, но все это надо узнавать и у продавца. Меня это меньше всего интересует. Моя задача вам рассказать о том, что, да, есть такая клюшка, есть такой бренд или, может быть, продавец, и они утверждают, что сделали все на технологиях от Bauer. Хорошо или плохо? Тоже вопрос, наверное, второй, который сейчас мы не будем обсуждать. Было бы здорово, чтобы все бренды спокойно к нам вернулись, и было бы здорово, чтобы цены на них были приемлемы. Но реалии диктуют свои условия. Подписывайтесь, комментируйте. Может быть, вы уже играли такими клюшками. Расскажите про свое мнение. Мне будет очень интересно почитать. Давайте разбираться в новых брендах вместе. Будь позитивным. Пока. Слапшот.